Региональный экологический стандарт Мы, как жители, видели, что предприятия хотят уменьшать количество выбросов, что у нас будет что-то лучше меняться, что они готовы вкладывать средства в модернизацию своей системы. И вот это самое основное, что нам хотелось, особенно в городе Тольятти. Я подчеркиваю, что крупные предприятия, на сегодняшний момент мы с ними общаемся, они готовы к этому подключаться. Но у нас есть средние предприятия, малые предприятия, и мы будем с вами, как жители, видеть, кто к этому стандарту подключился, кто согласен выполнять дополнительные условия, добровольно причем, подчеркиваю. А кто это условия не готов выполнять, мы понимаем, значит, эти компании не хотят работать, жить в этом городе, ну, значит, будем как-то влиять по них по-другому. Вот смотрите, это очень интересная тема, потому что, давайте, у нас есть хорошая компания в Жигулевской долине, которая зарабатывает программное обеспечение, и которая интересно реализовывать проект именно по общественному мониторингу воздуха. Мы встретились с ними, и для меня, как для депутата, тоже интересная ситуация, не только конкретно, да, где какие-то выбросы на предприятия, где у нас-то работа в мобильной лаборатории, но мне надо понимать вообще, что происходит в городе. И вот установка таких датчиков общественных, где мы можем с вами, которые независимые стоят, да, то есть они подключаются, нам только розетка нужна, и надо Wi-Fi, да, чтобы передавать. Эта сеть, она по большому счету создаст нам, мы будем видеть, что у нас в городе творится. Да, датчики на сегодняшний момент достаточно простые, мы понимаем, что, ну, для нас-то основное это программное обеспечение, это места, точки, в которых будут работать. То есть завтра мы этот датчик заменили, поставили более сложный, мы ведем переговоры с компаниями, которые готовы не только там по ЦО, по взвешенным частицам, но они готовы производить датчики более узконаправленные, там, по выбросам диоксида азота, по другим параметрам, которые в нашем городе присутствуют. И для этого нам очень важно, что Тольяттийский государственный университет закончил исследование, и мы определим все параметры, которые есть. Возможно, у нас часть датчиков потом появится направленность на одно, какие-то выбросы, которые специфичны, например, для Комсомольского района, какие-то датчики специфичны для Центрального района, но это нам позволит как жителям видеть, что происходит в городе. Мы не будем только полагаться на данные, которые предоставляет Росгидромед или там наша мобильная лаборатория. Я вам скажу очень много уже к нам обращений, ко мне, как депутату, там, в том числе, мои коллеги из других регионов Самарской области, которые хотят участвовать в этом проекте. Уже сейчас действительно очень много, потому что им это интересно, чтобы это было масштабирование. Мы сейчас, у нас пробные, да, вот эти 20 датчиков, которые мы ставим, это пробные, мы хотим понять, как это будет работать, как это мы будем, программа обеспечения будет работать, то есть, как можем, будем, видим ли мы онлайн вообще, как это реализуется. Потому что здесь больше зависит от ребят, которые это все, программисты, которые это делают, проектируют. Как только по Тольятти она запустится, подчеркиваю, по Тольятти надо порядка 200-300 датчиков. И в Тольятти очень много уже желающих, компаний, людей, которые хотят поучаствовать в этом проекте. Я думаю, это будет такая наша массовая мероприятия, если оно действительно получится так, как мы это хотим. Субтитры создавал DimaTorzok